Барби я, бам-бам, 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 барби я, бам-бам, 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 бам-бам. Добрый день, мы продолжаем знакомство с разными странами на планете Земля. Так случилась ситуатива на самом деле, что сегодняшний эфир посвящен Балканским, с утра Балканским странам. И сейчас у нас в гостях представитель компании «Центр» Ирина Сологуб, сопровождающий гид, да и не просто гид, а гид высшей категории. И я так полагаю, что нас ждет сегодня увлекательный рассказ о «Балканах», лишь бы нам ложиться во время. У нас в ближайшие полчаса мы будем обсуждать это направление Ирина. Ну, давайте, не знаю, управляйте, конечно, разговором сами, с чего хотите, у вас всегда есть о чем говорить. Но вот из чего стоит открывать Албанию, ну не Албанию, опять же, вот Албании говорили, Балканы, если вот не был там, да, вот как вы считаете, что должно быть первым? Давайте я попробую, я отвечу на ваш вопрос. Я попробую начать с фирмы «Центр», да. И хочу сказать, что в 2004 году компания «Центр» стала возить туристов и очень многие компании в Хорватию и Черногорию. Традиционная дорожка. Я пришла в 2010-м и по сей день благодарна своей фирме за возможность творчества и возможность создавать авторские туры. По Италии, Австрии, по Европе, но самое главное по Балканам, потому что была Югославия, была мощная юга, 25 миллионов населения, вы видите карту, 6 главных союзных федеративных республик. Совершенно великолепная территория. И потом она распалась. Я очень тяжело переживала войну, распад Югославии. Прошло время, и мне захотелось снова открыть для наших туристов эту территорию. Потому что она вкусная, сладкая, потому что в большой Югославии, или юга, как ее называют, Югославы, было все. И море, и горы, и термы, и источники, и реки. Все. Достопримечательности. Разные культуры. Потому что 6 республик на территории бывшей Югославии, все обладают своими обычаями, традициями. И поэтому я понимала, что Черногорию, Сербию люди уже освоили, но никто не знал, что такое Босния, Герцеговина. Македония. А рядышком еще Албания, которую очень часто туристы путают, это не бывшая Югославия. Но она была рядом и имела большое непосредственное отношение к странам. И вот в 2010 году мы уже поехали в загадочную Албанию по бездорожью. Она только открылась, я объясню почему. Потом добавили Македонию. И, наконец, в 2013 году мы добрались до Боснии, Герцеговины экскурсионной и морской. Мы уже жили в элитном, в элитной 9-километровой зоне коридора Боснийского. Более того, это был автобусный и это был авиатур. Постепенно, постепенно мы расширяли географию, добавляли новые города, насыщали эти туры. Туров очень много. Все их можно увидеть на сайте. Посему сегодня не можем все туры рассказать. Мне бы хотелось, как гиду, дать суть, базу, подвести основу, чтобы мы видели общую картину. Да, поэтому и так Юга. Югославия. Вот интересно, кстати, я не знала, что так ее называют Юга. Юга, Югославы так ее называют, когда поют песню «Вратцам Сетоби-Юга», кратко. Была Югославия, была мощная держава, которую в 1945 году из шести союзных республик сотворил Иосиф Брос. Тито, мы его знаем как Тито, это псевдоним. Вот мы смотрим на карту. Маленькое великолепное Словение, 2 миллиона человек, очень уютное. Дальше Хорватию, мы знаем Костыль этот знаменитый, морской, тысячу островов. Когда-то Динарские горы ушли в море и создали эти тысячи островов. Морская, развращенная католическая республика, вечный оппонент Сербии. Сербия головная, главная когда-то в Сосновой Белграде, в центре Босния-Герцеговина. Всегда гордились боснийцы, что они в центре Югославии, за что и пострадали во время страшной Югославской войны 1991-1995 года. Потому что они были между Сербией и между Хорватией. И все военные действия, большинство сосредоточились на их территории. Босния-Герцеговина была... Мы все знаем с вами, что во время Второй мировой войны Ленинград был в блокаде 900 дней. Это много, да? Босния-Герцеговина в 1993 году была 1425 дней под блокадой. Люди умирали на улицах, нечего было есть, не было воды. Жил весь мир в 20 веке. Мы не знали об этом. Они выстояли. Я очень люблю боснийцев. Они простили хорватам и сербам, которые хотели разделить их наполовину. Там гремучая смесь религии. Католическая со стороны хорватов. Боснийские сербы, православие. В центре мусульмане, но они добрые. Они живут в мире. Они всем все простили. Буддисты. Может быть, где-то перемешаны. Внизу маленькая, до миллиона не дотягивает, 700 тысяч. Черногория морская, вкусная. И Македония. О ней я расскажу. И рядышком еще такой, знаете, больной пасынок Европы. Уникальное явление на политической карте мира Албания. Почему? Будем говорить дальше. Так вот, сверху мы видим по карте притулилась Словения. Когда-то огромная территория. Огромная. Но 6 веков она была под Австрией. И австрияки забрали 90% территории. Оставили 10. Вот этих 20 тысяч квадратов. Но дали за 6 веков славянцам культуру, привычки, уют, комфорт, корректность. А представляете, австрийский менталитет, да еще плюс славянская доброта. Вот этот сплав такой замечательный. Такой интересный. Парадоксальный, я бы сказала. Да, уютная страна. Такая, знаете, комфортная. 2 миллиона. Первый член Евросоюза с 2004 года. Как-то в стороне они были. Войну не коснулась их война. Быстро отделились. Была такая возможность в королевстве Югославии. И стали жить своей жизнью. Дети уже не помнят, что была Югославия, война. Вот Словения такая, она даже по языку отличается. Да, она особая. Особая, с немецким краплением. В Словении достались Альпы. Вообще, Балканские, Балкан – это гора. Турки так назвали, когда пришли. Так вот, да, гора. Но Юлианские Альпы достались, янтарный путь проходил, достались словянцам. И у подножия этих Альп, я уже переключаю слайдик, в центре, вы видите, находится, многие говорят, Словенские, Швейцария. Слушайте, она лучше, чем Швейцария. Подножия Альп, озеро Блед, естественного происхождения, вот там плетни стоят, нельзя даже на моторках ездить. В центре церковь, остров, очень вкусная, уютно, с лебедями. Действительно, не только зона отдыха, но и зона комфорта. Есть у славянцев море, 46 километров, вон, видите, там береговая линия. Ну, если их 2 миллиона, то, понимаете, на 2 сантиметра. И то мы, летом мы занимаем, мы занимаем эту территорию вкусно, очень уютно. Словения у нас круглогодичная, скажем так, потому что она морская, а зимой она лыжная, горы, Альпы, ездим. В Словении есть очень много пещер, очень много карстовых пещер. Такая территория во главе, самое главное, в городе Постоинская яма или пещера. Вот она, многотысячная, километровая, сталактиты, сталагмиты, залы великолепные, красивые. Вот мы видим картинку с правой стороны. Столица Словении, город Любляна. И вот в мае 1980 года в городе Любляне умер Иосиф Брос Титу. Он был сыном Словенки и Хорвата, потому что юга-то... И вот когда умер основатель фактически этих шести республик, в общем-то говорим, Иосиф Брос Тита, это было начало распада великой, мощной страны, которая благодаря Титу пошла по третьему пути неприсоединения. Ни капитализм, ни социализм. Мы движение неприсоединения. Очень мудрый был правитель. Так вот, когда Титу пришел к власти после Второй мировой войны, он к Словении, королевству Словении, Хорватии, Сербии, Македонии, кусочкой Черногории, 5, добавил шестую, шестое объединение Македонию. Почти 50% эгейской, греческой Македонии. 8-10% пиринской, болгарской. И вот у нас получилось искусственное. Я очень люблю македонцев, но истинно дороже. Поэтому искусственное соединение. Македонцам об этом говорить нельзя. Искусственное соединение добавил, создал Македонию Югославскую. Вы знаете, как она называется сейчас? Бывшая Югославская республика Македонии. Так настояли греки, потребовали. Ну, потому что это же их территория, говорят они. Спор не закончен до сих пор. И вот Тита создал шесть федеральных республик мощных. А там рядом Албания. И вот он на албанское кресло посадил своего сподвижника, коммуниста Энвера Ходжи. Понимая, что он потом и седьмую еще приберет к своим рукам и расширится. Не вышло. Но об этом расскажу позже. Так вот, Македония, как само образование, бывшая Югославская республика, да. Кстати, я хочу сказать, что в Македонии родилась Ванга, в сегодняшней Македонии. Она родилась в 1911 году, болгарская прорицательница. Тогда это была болгарская территория, а потом в 1945-м Тита забрал. Поэтому я показывала, говорю, вот, ребята, струнница, здесь родилась. Как? Вот такая перипетия история. Там все перемешано очень. Да, безусловно, безусловно. Мешались они в Средневековье. Приходили греки, римляне, венецианцы завоевывали, турки. Габсбургская империя, конечно. И вкусная территория. Такой по острову великолепный. Гордость, национальное достояние Македонии. Шарп-Ланина, это пестрая гора, у них много гор. Шарп-Ланинские овчарки. Это пастушьи овчарки, собаки, которые до 1970 года были достоянием республики, и сейчас являются, были запрещены на экспорт. И вот эти собаки изображены на монете в один динар. Динара и марка, это было две валюты Югославии бывшей. Одна сохранилась, марка, у Боснии и Герцеговини. Динары или динары у македонцев и сербов. На двух динарах изображена охрецкая форель. И вот я переключаю слайдик. Озеро Охрец, с левой стороны вы видите картинку, на берегу города Охрид. Охрид – это город, родина кириллицы. Там сосредоточена богатейшая история. Македонцы и по праву называют свое огромное озеро Македонским пресноводным морем. Форель водится, очень много живности, очень богатая, вода чистая, ну только что не соленая. Ну только что не соленая. Кушаем, пьем бозу с туристами, пробуем кукурузный напиток, когда жарко. Это бозу, что это? Боза, это такой кукурузный напиток, очень вкусный, очень полезный. Кушаем по всей бывшей Югославии, по всей территории бураки. Бурак – это фастфуд Балкан. Лепешка с разной начинкой. И мясо, кто хочет, вегетарианцам, можно сыром, можно все. Насыщенно, вкусно, очень полезно. Потому что мы едем не просто смотреть, мы едем насыщаться культурой, слушать музыку, традиции, учим язык, здороваемся, покупаем великолепные сувениры. Я уже так посмотрю на камеру. Покупаем в Охриде. Да, в Охриде покупаем перламутр, местный перламутр. Это пресноводные. Это пресноводные рыбки, есть такие блестящие рыбки, щешуйки делают местные. Очень много фирм серьезных на экспорт во всем мире известный. Местный охридский бисер, как говорят македонцы, бисер, перламутр. От Охридского озера, недалеко от 25 километров от Охридского озера, находится уникальная территория, которая называется Святой Наум. И вот справа мы видим павлина, вот он там на этой территории живет. Потому что на территории комплекса с церковью X века похоронен святой Наум, сподвижник Климента Охридского, святой, к которому устремляются паломники, для того, чтобы приложиться ухом к его раке и услышать биение сердца святого. Слушайте, оно бьется. Но я не говорю туристам, вам скажу. Под землей 45 источников минеральной воды, чистейшей в мире, чистейшей. Мы пьем эту воду, катаемся, видим, как эти источники карстовые бьют, там кальция очень много, это тоже входит в экскурсию. И смотрим эту территорию, это просто сказочно. Отдыхаем, кушаем местные блюда в ресторане, самые разные, и купаемся в этих источниках тоже. То есть еще и омолаживаемся. А если у нас есть силы залезть в воду 12-16 градусов. Слушайте, оно того стоит. Да. Оно того стоит. Ну просто идет течение, мы туда, а потом сразу же более теплое пространство. Вот как раз от... Да, столица Скопье. Скопье разное, но тоже очень интересное, потому что в Турке старый базар, Чершия, восточный рынок, очень много сувениров. Потом мы перемещаемся, красивая площадь землетрясения была, и отстраивали очень много. На центральной площади в камне вся история Македонии, и греческая тоже. Вот в Скопье находится дом-музей этнической албанки Агнес Баяджу. Как вы думаете, кто это? Не знаю. Это мать Тереза. А, да. Албания с Македонией делят ее славу, потому что она этническая албанка, но родилась она именно в Скопье, в семье очень просвещенного Николы Баяджу, богатого человека, который своего ребенка отдал миру. Вот когда мы едем в Святой Наум, если мы вот так через парапетик посмотрим, мы видим уже албанскую территорию, потому что маленькая часть Кохридского озера принадлежит Албании. И перемещаемся в Албанию. Ну, я уже говорила вам, такой больной пасынок Европы, уникальное явление на политической карте, наверное, не Европы, не побоюсь сказать, мира. Потому что, вот я говорила, во-первых, древняя Югославия, древние Балканы назывались Иллирия. Албанцы, истинная аборигена Балкан, их язык иллирийский. Они там начали существовать. В VI веке пришли славяне, пришли, кстати, с сегодняшней территории Украины и Польши, ассимилировались с местным населением, потом добавились греки, римляне, и вот так мы, такие мы, разнообразные. Поэтому называют, турки называли их арнаутами. Помните в Одессе Малая Большая Арнаутская? Вот они там жили, арнауты. Это албанцы. Себя албанцы называют шкиперами. Шкипер-орел на кроваво-красном полотнище албанского флага, черный гордый орел. А албанцы – это нация, которая была христианская. А потом так история сложилась. Пришли турки. Мы считаем, что они по религии мусульмане. Они мусульмане, 70%. Но это совсем другая мусульмания. 35 из этих 75 – это бекташисты-суфиты. Что это такое? Это религия янычар. Янычары – это спецназ, османский спецназ, я так скажу. То есть воровали детей, славянских детей, и делали их воинами. Поэтому религия очень уютная, человеколюбивая, человечная. Очень много мусульманских законов убрали. И это чувствуется в стране. На сегодняшний день все три религии в этой стране, она, наверное, такая единственная в мире, живут в дружбе. В семье, может быть, три представителя религии ходят друг к другу в гости. Нет религиозной распри вообще. Но это сейчас. А вот когда Энвар Ходжа пришел к власти в 1945 году постепенно-постепенно он стал отделяться от мира. И в 1978 году он закрыл свою страну от вешнего мира полностью. Короткие юбки, собаки, коты, телефоны, телевидение, машины. Все было запрещено. Все! Каждую субботу-воскресенье, как мы когда-то, я старшее поколение, 4 миллиона албанцев выходили на субботник. Оля, они строили бункеры для защиты от внешних границ. А бункеры были железобетонные, очень дорогие. Это были маленькие, были и ВИП. Ну, то есть вот такой ВИП-бункер мог обеспечить семью квартирой. Да, 4 миллиона. Они бедные. Нет, бункеры. Бункеры на побережье от итальянцев. Да, закрылись 700 тысяч бункеров. Осталось. Вот они в центре у нас на картинке, да, море даже. 700 тысяч бункеров в стране было построено до 1985 года, когда Энвер Ходжа покинул свой параноидальный мир. Да, это очевидно параноидальный мир, в котором участвовало столько человек. Да. И вот когда в 1985 году страна стала открываться, а вот я говорила 4 миллиона, от 3 до 6 миллионов албанцев за границей. Такая мощная мафиозная структура. Но они молодцы, они все деньги вкладывают в свою страну, родственникам, домой. И вот как только страна открылась, стал строительный бум. Столица Тирана, она молодая относительно, в 1920 году Тирана была основана. Вот картинка с правой стороны, центральная площадь. Она стала застраиваться. Северная Албания, это город Дурес, это Адреатическое море. Два моря у страны. Стала застраиваться 5-7 звездочными отелями. Немцы первые поехали. Очень дешево, все безумно дешево, вкусно, уютно. Дурес от города, километры отелей. На юге Саранда, 300 солнечных дней в году, рядом 2 километра до острова Корфу, Греция. Совершенно сказочная страна. Я вот перевернула, и с правой стороны картинка. Вот мы от крепости, к крепости смотрим на город Дурес. Великолепная зона отдыха. Совершенно замечательно. Это все тоже застраивается. Когда я стала ездить в Албанию, знаете, мы ехали по дороге, знаков не было, потому что инверхот же запретил. А знак же показывает врагу, куда ехать. О, Боже мой. И вот от этого отсутствия знаков, ну, общаются на итальянском. Италия рядом, потому что можно было с ними договориться. А так как я итальянский гид. Но через год, два, вот знаете, как в анекдоте, я приезжала, мне уже говорят, а вот автобан. И я от бездорожья я перешла к автобану. Уже два автобана построили. Ведут к центрам, к великолепным зонам отдыха. Ведут к историческим центрам. Город Бират. Белый город. Потому что построены белые-белые домики с 17-18 века. Это жемчужина. Он в списке Юнестро, как и Джура Кастро, кстати, родина Энвара Ходжи. Поэтому всегда был город-музей ухоженный, красивый, уютный. Тоже и турецкий наполовину. В Бирате тоже церкви. Различные церкви, разных конфессий. Крепость на горе, жилой фонд. Люди живут. Да, ковры висят восточные. Я вас зачарован слушаю, Ирина. И забываю о времени. У нас пять минут еще остается. Совсем? Да! Мама! Мы увлеклись. Мы переходим в Боснию-Герцеговину. Это очень интересно, что вы рассказываете. Я готова рассказывать. Я рассказываю это туристам 15 дней, но я должна рассказать хотя бы о Боснии-Герцеговине, потому что это моя любимая часть. В центре страны... А мне кажется, что мы до этого обсуждали. Я все люблю. Я все люблю, потому что турист смотрит на мир глазами гида на туристический. Да, чаще, да. И то, что я люблю, я хочу вложить в них, чтобы они любили это так же, как и я. Босния-Герцеговина. Очень люблю эту территорию. В центре. Биг. Необычно. Я буду бежать. Три разных государства в одном. Босния. Столица Сараева. Вот она. Восточный базар. Совы покупаем. Это символ. Это символ мудрости. Символ вообще самой страны. Бусанскую кафу пьем. Кофе. Я рассказываю, как. Это все традиции. Вкусные тоже. Все это пробуем. Святой Наум. 9 километров коридора. Или 11, как говорят боснийцы. В 18 веке турки прорубили себе вот сейчас в хорватской территории коридор, чтобы торговать. Торговать с венецианцами, с дубровником, с самостоятельной державой. Сейчас элитнейшая зона отдыха. Потому что, вы понимаете, именно 9 километров. И вот я сразу же хочу сказать, так мало времени, что мы в нашей фирме решили, что Хорватию и Черногорию, которую мы уже хорошо знаем, мы меняем на Боснию, Герцеговину, Албанию. Два элитных моря. Там Ионика, Адриатика. Здесь такое великолепное море. Очень вкусно дешевле. Гораздо дешевле. Можно долететь самолетом, хотя автобусом это великолепная зона отдыха. Просто супер. Безвизовые, потому что шенгенские визы не нужны. Понимаете, то есть это и масса эмоций, потому что экскурсии. Восточные запахи. Все это совершенно замечательно. Бегу. Мостер в Герцеговине. Город с мостом. Да, знаменитая картинка. И разрушался. В 16 веке турки построили уже. Вся информация. И хочу показать вам в Благае, возле истока реки Буны. Смотрим. Вот ТК 15 века. Это домик дервишей. Вот он с юбками, мы знаем, танцует. Это не шоу. Это посвящение. Это очень интересно. В центре 120-метровые водопады. Кравица называется. Не уступают кырке хорватской. Даже наоборот. И там мы отдыхаем и купаемся в этих фонтанах. И в Боснии и Герцеговине есть даже пирамиды. Единственные в Европе. Да, ничего себе. Вот можете себе представить. Да, поэтому... Великолепная страна. Сказочная страна. Пуршут, оливковое масло, травы фирмы Шалич, кремы покупаемые. Огромная территория с великолепными возможностями. Включила Белград, Сербия, ну, опять же, озеров Хорватии и пуршут Черногорский, о котором туристы, как правило, уже больше всего знают. Я готова рассказывать вечно. Я не понимаю, что это очевидно. Я, видите, я с омиранием сердца слушаю вас, потому что это невозможно не слушать. Такая увлеченность. И то интересное знание, которое вы рассказываете, это то, что нам нужно, и то, что мы хотим, потому что все подробности, когда туры состоятся, сколько дней проходят, какие переезды, что с собой брать, и сколько стоит, вы можете узнать в сети агентств «Горячих путевок», в любом из агентств, которые находятся ближе всего к вам. Это предложения от компании «Центр». Они есть в обойме сотрудников сети агентств «Горячих путевок». Сейчас есть интересные цены и предложения. Вы можете с ними ознакомиться и на сайте компании «ТК-Центр», и также, опять же, придя в офис. И нам позвонить. Я всегда готова ответить на любые вопросы. Вы видите, что этим занимаются увлеченные люди. А это значит, что вы получите точный эмоциональный заряд, вы точно узнаете ту информацию. Даже вот мы сейчас за эти полчаса узнали то, чего не слышали, а хотя у нас бывает много специалистов, много говорим, о Балканах в том числе. Но я вас призываю, знаете, если вы услышали и увидели вот такой контакт, не терять его и запишите себе где-нибудь, если не сейчас, так на позже обязательно встретиться с балканскими странами и в рамках этих куров. В автобусе, в самолете. Мы летаем и отдыхаем, и смотрим экскурсии. И даже если мы отдыхаем, мы тоже рассказываем и смотрим. Языки учимы. Все. Очень много, очень много у нас дел. Это очень хорошо, потому что, и интересно, потому что Балканы не так далеко от нас. То есть, это не утомительно, это интересно, это в какой-то степени даже экзотично, потому что есть такие интересные факты и такие места, которые с ними сталкиваются. я вам хочу еще сказать, что мы строим наши туры так, мы не просто доезжаем в автобусе, мы по доезду еще что-то прихватываем. Болгарию, Румынию, что-то вот интересное, какие-то туры, чтобы мы не доезжали, а мы уже жили, знакомились, еще какие-то страны видели. Знаете, мне сейчас пришла вот в голову мысль, что когда вот путешествие происходит с такими увлеченными людьми по таким программам, то происходит какая-то перезагрузка. Безусловно. То есть, определенный, конечно, большой объем информации ты получаешь, но ты как будто бы сделаешь рефреш такой в голове, то есть, у тебя та информация ежедневная, повседневная, которая рутинная, она вытесняется вот этой интересной, широкой и, ну, глубокой информацией, и мне кажется, как минимум это уже хорошо. Кстати, как говорят, в жизни это не те дни, которые прожиты, а те, которые запомнились. Совершенно. И потом, туризм это, ну, своего рода хороший наркотик в единственной мире. Потому что, если ты начинаешь двигаться, ты хочешь уже ездить, двигаться, познавать мир. Я говорю всегда туристам, выбирайте дорогу, широкую дорогу туризма, потому что это люди, знакомства, интересы, эмоции. Это другая жизнь. Ура! Это так и есть. Правда, оставайтесь с нами. Приходите к нам. Будем очень рады. Центральная подія року у туризма. Бамбарбия. Найголовнейший распродаж турів в Украине. С 1 квитня у мережи агенции гарячих путевок. Бамбарбия.